Добрый день! Спасибо за представление. Я правда из компании NBSYS, работаю там техническим директором уже 11 лет по совместительству, являясь еще и сооснователем. Сегодня, как и было объявлено, поговорю о дипленин, о машинном обучении вкрас и в целом, и применительных ритейл, но и не только. План примерно такой. Я немножко расскажу о Big Data, потому что говорить о машинном обучении в отрыве от больших данных в принципе невозможно. Обратимся к неким примерам. В основном в тех областях, с которыми мы работаем, они не потому что самые передовые по использованию машинного обучения, просто мы с ними работаем, я в них разбираюсь. И узнаем, что же такое вообще машин ленин. Наверное, каждому интересно узнать, в чем эта технология превзошла. Другие, поговорим о дипленин и почему для бизнеса она лучше всего подходит на сегодняшний день. Ну и в конце я расскажу такой необычный пример использования машинного обучения в ритейл тоже, который покажет, что иногда паттерны настолько сильно скрыты, что человек их просто не может заметить самостоятельно. Прежде чем говорить о больших данных, давайте обратимся к цитате этого замечательного американского писателя Майкл Палмер. Его, к сожалению, уже нет на этом мире три года, но он оставил после себя классное описание данных. Он сказал, что данные это как сырая нефть. Они имеют ценность, но бесполезны без предварительной обработки. Так же, как нефть превращается в пластик, газ и другие химикаты, которые можно уже использовать в повседневной жизни, данные мы превращаем, фильтруем, разбиваем, агрегируем. И только после этого они представляют какую-то полезную сущность, которую мы можем использовать в настоящих бизнес-процессах. Давайте посмотрим, что же такое сегодня big data прежде всего. Человека, который начинает говорить о big data, встречает обычно вот так уже. Но я не буду говорить об инфраструктуре, которая уже решена, избита давно Spark, Hadoop, алгоритмы MapReduce. Мы обратимся по большей части в обработке этих данных, потому что какая бы инфраструктура ни была, обрабатывать-то как-то же надо, правильно? Итак, big data на данный момент это уже 3V стало, то есть это большие объемы, поступают быстро и они, как правило, разнородные. Кроме того, под алгоритмами обработки тоже понимают big data сегодня. То есть это не просто сами данные. Когда говорят big data, имеют в виду, как мы их еще обрабатываем. Вот здесь big data в чем произвела фурор несколько лет назад, в том, что мы перешли, мы программисты перешли от создания какой-то программной математической модели, потом проверки ее к автоматическому обнаружению каких-то закономерностей данных. Иными словами, мы говорим, машина, вот тебе данные, найди там закономерности, а дальше мы уже будем их как-то использовать. Ну, это, конечно, упрощенно, все равно талант инженерный нужен быть. И последние годы идет такой упорный дрифт в сторону машин learning, обработки именно вот этих разнородных данных методами машинного обучения различными. Ну, и в чем же самая большая проблема big data на сегодня? Это не их объем, не их разнородность. Самая большая проблема это в том, что ими никто не хочет делиться. Если вам нужны настоящие данные, не конкурсные, как на Kaggle, а именно те неочищенные данные, разнородные, когда попадает в них какой-то мусор, их нигде нельзя просто так взять, все боятся. Вы приходите к какой-то компании, говорите, продайте нам данные обезличенные, они говорят, нет, 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 вы же сами говорите, там, скорее всего, есть скрытые закономерности, а мы не знаем, какие они. Вдруг вы против нас их будете использовать. Таким образом, это самая большая проблема, которая и останавливает развитие big data в большой степени. Итак, где используется big data? Big data, в принципе, вне зависимости от машинного обучения, давным-давно используется, конечно, в передовых таких областях, как финансы, реклама, здравоохранение, ритейл, как онлайн и оффлайн в том числе, хотя оффлайн тормозил многие годы в ритейл. Теперь подтягивается, ну понятно, что система безопасности, соцсети, куда пойти, с кем подружиться. Вот эти современные e-dating, так называемые, то есть сайты для знакомств, они сейчас основываются как раз на примерах машинного обучения. Просто не надо выводить ничего, просто по образу и подой подбираем пары лучше. Ну и выборы в США 2016 года. Независимо от того, как вы относитесь к Трампу, его компания была самая эффективная по деньгам за последние 15 лет. То есть она вышла меньше всего в деньгах, ну и раз уж он победил, значит была самая эффективная. В чем секрет? Использовались технологии бигдейта, машинного обучения, и он до каждого доносил именно то, что он хотел слышать. Если бы он выступал публично, его бы могли обвинить в лицемерии, в личности и так далее. Теперь я перейду плавно к тем областям некоторым, в которых работает наша компания. Мы создаем ERP-системы для разных направлений, в том числе и для ритейл, для здравоохранения и образования. И вот о них я немножко расскажу больше, где мы используем. Ну вот в ритейл здесь типичная задача – это гео-таргетинг. То есть где открыть магазин в следующий городе, зная, что вот в нем тусуется вот такая группа наших потенциальных покупателей. Если… Дальше. Предсказание спроса. Но это самая большая проблема. Это связано с болью в ритейл, с остатками на складе. Особенно эта штука важна для продуктовых магазинов. У них там, извините, продукты портятся. И здорово было бы знать, сколько точно нужно закупить Coca-Cola. Ну ладно, Coca-Cola не портится. Сколько закупить бананов, например. Дальше. Предсказание ухода лояльного клиента. Это проблема для всех сотовых операторов, интернет-провайдеров и так далее. То есть если человек обратился три раза за одну неделю в колл-центр, наверное, он чем-то страшно недоволен, наверное, он уйдет. Но это самые, конечно, такие признаки, как здесь машинное обучение не нужно, чтобы понять. Ну, пример такой примерно. Персональные предложения. Это тот самый кросс-сейлинг на сайте, когда вы заходите что-то посмотреть, а вам говорят, слушай, купи вот эту штуку. А вот как это достигается? Ну, не на всех сайтах, не все сайты такие высокотехнологичные, но вот те, которые новые, они используют следующую фичу, распознают паттерн поведения по нескольким щелчкам. Мы не знаем, кто зашел к нам на сайт, но мы знаем по его поведению, можем определить с какой-то долей вероятности, что это человек вот этот. Например, человек смотрит в холодильник. Если это небольшой холодильник, скорее всего, человек не семейный с какой-то долей вероятности. Если человек полез смотреть просто внешний вид, картинки, возможно, это женщина. Если полез сразу же читать технические характеристики, уровень шума, потребляемая мощность, класс, эко и так далее, ну, наверное, это мужчина. И в зависимости от этих комбинаций вероятностей, следовало бы показать в предыдущем вот этом кросс-сейле либо рекламу шампуня для волос, либо бритву для мужчин, да, собственно говоря. И таким образом на данный момент идет внедрение технологий машинного обучения на всех этапах воронки продаж. Это основная вещь в ритейл, вообще в продажах, когда вы от рекламы спускаетесь к информированию, заинтересованности и, собственно говоря, к покупкам. Увеличение на 1% конверсии на каждом из этих шагов дает офигенный результат, потому что они все умножаются друг на друга в конце концов. И вот здесь реклама уже давно самая технологичная вещь на сайте. А сейчас умный лендинг пейдж. Есть стартапы в США, он со мной внедряется. Самое такое новое веяние – это когда технологии с использованием машинного обучения переписывают на ходу ваш текст. То есть такой спичрайтер, который, зная примерный профиль человека, показывает такое нужное лицо. Например, он покажет один текст о вашем товаре физруку из школы, учительница из Пенсильвании, там совершенно другой будет текст, ну и пенсионеру будет вообще третий. Не надо грузить домохозяйку техническими характеристиками. Но покажите товар лицом технарю, который зашел посмотреть, ну допустим, ноутбук. Зачем ему говорить, какие классные у него кнопочки, какой клевый дизайн. Ну и умные чат-боты, которые стали умные буквально год назад. До этого такие были электронные болваны, которые непонятно зачем там болтались на сайте. Дальше. Есть классные тренды. И вот здесь много интересного как раз происходит. В основном вот из предыдущего, из онлайн. Там уже много вещей сделано и без использования машинных данных. И наша компания туда не сильно-то и лезет. А вот в офлайн мы делаем тепловую карту, например. Что это такое? Ну видите, вот это изображение с камеры наблюдения. Оно там не очень высокого качества, как правило, там не очень. Но достаточно для того, чтобы разобрать, где люди находятся в данный момент времени. Делая каждую секунду анализ картинки, находя людей, мы за день можем собрать достаточно статистики, чтобы потом показать, что вот в том углу, вон там, люди больше всего тусили за день. А вот там вот не очень. Ну это просто рай для мерчендайзера. Экспериментируй, каждый день смотри тепловую карту и не знаю, как они там делают. Ставь те товары, которые популярны, с теми, которые не популярны. И будет все хорошо. Но это еще не все. К этому всему прочему добавляется технология распознавания лиц. И здесь есть две вещи, которые я бы хотел писать. Есть компания FineFace, которая вообще может найти профиль человека в соцсети по его фотографии. Или одно или двух. Я думаю, уже многие попробовали установить его в приложении на телефон и попробовать найти людей. Это работает в 80 где-то процентов случаев. Клево. Есть другое решение, которое, ну с вероятностью 86%, это даже лучше, чем человек определяет, понимает, кто изображен на картинке, мужчина или женщина, и даже его возраст. Вот накладывая вот эту вещь, полвозраст с тепловой картой, мы теоретически можем получить еще больше информации. Например, что вот в том углу у нас тусят тинейджеры, а вот бабушки, они просто заходят, разворачиваются и уходят. Ну может быть это хорошая ситуация, мы так может быть и хотим, а может быть нет. Ну здесь есть технические проблемы, мы еще это не сделали, вот это совмещение. Там проблема какая, качество видео с камерой наблюдения недостаточно, и угол не тот, чтобы лица распознавать. А распознавать нужно с какой-то камеры, которая ниже находится. И дальше вот это наложение позиции сверху и лица, оно вызывает некоторые челленджи технические. Вот. Но рано или поздно все это будет сделано. Ну также используется, а еще такая вещь популярная, как распознавание кражи в толпе, да, большое. Ну сейчас как с этим борются супермаркеты? Они просто записывают на всякий случай, если что потом случится, да. Есть какие-то там датчики, допустим, которые системы обходят, в принципе обходят, но так или иначе у них все равно крадут. И крадут, все это дело просто закладывается в цену товара где-то 1%. Вот. Ну было бы здорово, если вы могли распознавать. Пробуем, работаем, решения пока нет, сильно много false positive. Здесь кроме самой вот этой вот распознавания вот этого действия, чтобы что-то в сумку положили, да, нужно еще понимать, человек это может быть вытащил из своей сумки и положил через некоторое время. Вот в этом есть сложность пока что. Так, мышка перестала работать. Заработала. Так. Здравоохранение. Мы разрабатываем ERP-системы для докторов уже много лет. Это миллионы досье. Меньше 10 миллионов. И в течение 7-8 лет уже накопилось огромное количество данных. Это в Западной Европе все эти системы внедрены. Есть необходимость ускорять ввод текста. Доктор должен вводить, когда к нему пациент приходит, должен вводить по законодательству этих стран так называемые объективные медицинские жалобы. Тут слева в квадратике внизу написано «Со вчера у меня болит голова, я какой-то разбитый за ночь бегал в туалет несколько раз». Ну и на русском языке я перевел. Там у нас вообще язык используется голландский, например, в этой системе. Это субъективный доктор должен потратить время, перевести это на тот же самый голландский язык, только с использованием сухих медицинских терминов. Он вспоминает, роется по справочникам, находит все коды и описывает. Это уходит на это большое количество времени. И мы написали такую систему, забегая вперед, это сложная рекуррентная сеть, это по сути машинный перевод. Она переводит, что это мигрень на фоне диареи, общая слабость. Ну, диарея, откуда она поняла, что диарея? Он же сказал, я просто бегал в туалет. Это работа вероятностной модели. Просто по статистике, когда люди говорят вот так, чаще всего это диарея и не более того, никакой магии здесь нет. Другое, это помощник ввода текста, ну, это как вот IntelSense в вашей любимой среде разработки, не знаю, там PyCharm, IntelliJ или Microsoft Visual Studio. Только это не для программистов, а вот для тех, кто работает с медицинским текстом. Она предугадывает следующее слово, предугадывает правильность ввода, фразы, предлагает заменить. Интересная вещь, я думаю, мы здесь не пионеры, но тем не менее, такую штуку сделали. Это обнаружение диабетической ретинопатии. Сеть, большая сеть, тоже находится в Голландии, она занимается анализами данных. Я имею в виду сеть лабораторий, примерно как у нас, Invitro. И в том числе они делают вот этот тест, делается 6 фотографий глазного дна. После этого все это дело отправляется экспертам. Эксперты оценивают в течение дня, но все равно это люди. И вот эти люди, они, извините, могут сделать ошибку. Не выспался, настроение плохое, отвлекли человека в конце концов. А распознать он должен на ранних стадиях. Вот там стрелочками, если видно, маленькими, такими маленькие точечки красные показаны. Это как раз пример зарождения болезни в самом ее начале. И важно ее определить на очень ранних стадиях, чтобы эффективно быстро вылечить без последствий. Иначе, страшная вещь, человек может потерять на 95% своего зрения. Работает? Работает с точностью свыше 80%. Это здорово, я думаю, потому что очень много все эти технологии позволяют сэкономить векторам, улучшить жизнь. И что же такое, пардон. Дальше двигаемся. В автомобильной безопасности мы тоже работаем. И, кстати, везде используются одни и те же технологии. Вот почему я плавно подвожу к этому. Вот смотрите, есть таксопарк централизованный. Не то, что там такси Максим, когда они привозят там разные хламы иногда, да, подсовывают. Есть централизованные таксопарки. Мы работаем с такими таксопарками в Томске. И у них есть такая навязчивая идея сделать автоматический сбор нарушений водителям. Что проблема в чем? Что едет, значит, кто-то из вас, допустим, а там он вас везет, драгоценного человека, и он начинает, водитель начинает, ну не дай бог, конечно, курить. Но это уже в прошлом, я думаю. Но он просто начинает звонить по телефону. Или еще хуже того, в WhatsApp переписываться. Допустим, он не матерится, но при этом не пропускает пешеходов, проезжает на красный и так далее. Вам, в общем-то, неприятно. Не то, что опасно за свою жизнь, просто некомфортно ехать. В следующий раз, может быть, вы и не поедете. И это важно для таксопарка, чтобы такого не происходило. Идея какая? Поставили коробочку, там две камеры, одна смотрит вперед, вторая на водителя. Вот на верхней картинке нарисован водитель, он распознан. И распознан маленький такой квадратик, там возле его лица, там написано cell phone. То есть, смотрите, его практически не видно, он рукой его закрыл. Там анализируется несколько кадров с определенным таймингом. И на каких-то кадрах было видно, что там был у него в руке телефон. Если он руку просто подносит, он не срабатывает. То есть, мы проверяли. Дальше распознается... Ну, вот там варианты распознавания на Ленина. Это площадь Новособорная, средняя справа. Видите, все участники движения распознаются. В том числе и даже светофор, который там наверху висит, и не все водители его, если честно, замечают. Ну и опасная ситуация. Вот нижняя картинка. Здесь машина двигалась, по-моему, километров 15 в час, докатывалась на пешехода. Это тестовые данные. И пешеход переходил, собственно говоря, там не просто определилось, что это человек. Определено было, что это проблема в данный момент. Вот такие моменты, когда они регистрируются, делается скриншот, к нему прикладывается метаинформация с позицией, временем, скоростью. Все это дело по 3G отправляется на наш сервер. А дальше уже люди заключения смотрят. Ну, это как бы жалобы, автоматические жалобы. И таким образом это тоже технология, одна и та же технология. Везде нам позволяет, в принципе, с изменениями, с небольшими, позволяет автоматизировать разные вещи. Вот зачем я рассказал про все эти штуки. Эта технология – это машинное обучение. Вообще, что такое машинное обучение? Я уже говорил, что в самой Big Data прошла такая тенденция, что давайте будем меньше создавать инструкции для машины, говорить, как обработать данные. Перейдем к автоматической выработке каких-то принципов, чтобы можно было найти, где же там зарыты скрытые данные. Вот машинное обучение – это все как раз об этом. Это класс подходов, класс систем обработки, когда мы, по сути, мы учим машину, но, как правило, это обучение с учителем, так называемым. Когда мы подаем на вход входные данные, говорим, какие должны быть правильные, и вот давай ищи там закономерности, формируй внутренний черный ящик. А, как правило, потом мы даже знать не знаем, что там внутри, почему машина так работает. Но если она работает, и мы ей доверяем, мы не можем распилить ее и посмотреть, сказать, вот смотрите, здесь такие вот нейроны, они вот так работают. Нет, это то же самое, что непонятно, почему мы принимаем как люди какое-то решение. Ну, мы можем, конечно, объяснить, а иногда и не можем тоже. Существуют разные методы машинного обучения, их около 20 популярных. Я самый популярный здесь обозначил, но два из них, в принципе, заслуживают внимания. Это градиент бустинг и дипленинг. Вот эти два, я считаю, подходят больше всего для решения конкретных задач для бизнеса сегодня. То есть не сложные математические расчеты, не лабораторные какие-то изыскания именно на практике. И вот еще что, что в дипленинг, в принципе, достаточно начинающего инженера, который может сам потом перерасти в data science. Ну, еще круче, конечно, data scientist, если к вам где-то придет, попробуйте его найти, их еще мало. А вот все остальные, начиная там вайсовое и генетические алгоритмы и так далее, там вам понадобится, скорее всего, минимум магистр, а может быть даже и кандидат наук. И самое все-таки месседж моего выступления сегодня состоит в том, чтобы показать, почему дипленинг именно самый интересный, как и для бизнеса в использовании, так и для вас, для большинства присутствующих программистов, проблема. Его фишка в том, что он выдает, с одной стороны, очень точные результаты, с другой стороны, универсален. Дипленинг очень хорошо работает на зашумленных данных, а именно эта проблема в реальных данных не дает использовать, как правило, градиентный бустинг. Здесь есть классные инструменты, но это вот для бизнеса важно, потому что если мы начинаем во что-то инвестировать, нам хотелось бы, чтобы это работало и завтра, и после, и через 5 лет, и еще, блин, развивалось. И это есть, потому что вот эти инструменты, TensorFlow, Cafe, Keras, они развиваются большими компаниями, которые просто поставили чуть ли не все именно на развитие машинного обучения в целом. Это Google, Berkeley Vision, Keras, не помню кто, NVIDIA и так далее. Кроме того, есть клевое оборудование, которое ускоряет все это дело. Если нам до этого нужно было, чтобы натренировать нашу сетку, запустить, и она бы обрабатывала где-то так дня 3-4 на Xeon на серверах, сейчас мы используем, ну мы используем GTX 1080 Ti, который эффективнее, в принципе, как Titan X, но по цене намного дешевле. Несколько карточек дают офигенный результат. Ну у каждого из них 11 гигабайт памяти. И 2500 с чем-то ядер, куда. Есть оборудование для обучения. Эта штука для бизнеса важна, если вы можете проверить гипотезу в течение 3-4 часов. Это принципиально меняет игру. Раньше машинным обучением до этого могли заниматься огромные компании, у которых есть в дата-центре ресурсы в них, чтобы проверить, запустить все это. И стоило это каждый такой прогон, стоило бешеные деньги. Сейчас это доступно практически каждому. Рантайм. Тоже есть железо. Опять же, от NVIDIA это Jetson TX2. Вот ее стоимость я в рублях по текущему курсу перевел. Но это клевая вещь, которая позволяет именно работать в автомобиле. Она потребляет всего 7 ватт, у нее 256 ядер, не так много, но и не нужно обучать внутри машины. Хватает для того, чтобы запустить нейронную сетку и обрабатывать со скоростью где-то 15-20 иногда кадров в секунду, распознавать образы и опасные ситуации. Таким образом, получаем, что дипленин сверху дониза, это технология целостная, развитая. И она готова сегодня, что называется, mature для использования в бизнесе и для того, чтобы изучать ее самостоятельно. Ну и программный код. Вот это с использованием Keras. Я, кстати, рекомендую тем, особенно кто начинает, использовать именно Keras как некую оболочку над более сложными фреймворками. Когда бэк-эндом у вас выступает TensorFlow, например. Вот это вот 10 строчек кода описывают модель, которая… Так, это автокомплит, вот этот самый ассистент ввода текста, который предсказывает там следующие слова и так далее. То есть в принципе 10 строчек кода и ничего сложного. Ну, конечно, я убрал пару тысяч других строчек, где данные подготавливаются, электризуются и так далее. Но смысл вот в этом, и оно несложно. Как я обещал, теперь наш необычный пример. Все началось с того, что мы делали одну из фич для одного из наших ритейл-компаний, которые, собственно, предоставляют услуги автоматизации в Европе по автоматизации супермаркетов. И у них есть такие скидки, они называются Mix & Match, это такая редкая вещь в России. Но звучит она примерно так. Купи по одной бутылке вина из каждой категории, допустим, там, испанская, французская, немецкая, и получи из них одну, самую дешевую, бесплатно. Вот эта штука, бесплатно, самую дешевую, я подчеркнул почему. Потому что есть другая ее версия, получи самую дорогую, бесплатно, из этой категории. Она алгоритметизируется. То есть там можно написать жадный алгоритм, который гарантированно вам дает максимальную скидку. А вот просчитать максимальную скидку по чеку, когда у вас в чеке около 100 позиций, ну это супермаркет, да, там бывает, и около 10 акций, в которые эти товары попадают неоднозначно. Один и тот же товар можно отнести либо к одной группе, либо к другой. И тотал скидка будет совсем разная. Ну у нас что получилось? Что оказалось, что это НП полная задача. Программисты не знали. Все это дело протестировалось на ближний квадратик, когда до 150 где-то лайнсов в чеке. Все это протестировалось, все работает замечательно. Все это ушло в продакшн. На следующий день, прибегая с круглыми глазами, говорит, что делать, мы попали. Там просто все крышится. Во-первых, либо зависает, потому что максимально… Вот среднее время здесь обрезано, где-то полторы секунды было. Это среднее время. Когда каждый раз, когда продавщица делает пик, они ждут полторы секунды. И к концу, когда уже накапливается много. И самое интересное, что иногда максимальное время доходило где-то до 100-120 секунд, а иногда вообще крышилось. Просто out of memory происходило. Почему? Ну написали так, рекурсивный алгоритм перебирает все варианты. Кто же знал? Математики посидели, почесали затылки. Говорят, ребята, стокастика вас спасет. Не надо все перебирать. Возьмите рандомно 128 комбинаций, посчитайте их и выберите самый лучший. Ну, работает до сих пор в продакшне на самом деле. Почему? Потому что точность оказалась 0,75. Где-то в каждом четвертом случае она не оптимальна выдает. Ну и, кстати, и по скидке, по сумме скидки тоже где-то так же. Но никто же не придет домой, вот этот длинный человек не будет анализировать, сидеть, перебирать там 200 комбинаций и говорить, ага, ребята, вы меня нагрели на 5 евро. Ну, блин, да что ж такое. Ну вызов-то принят. Мы подумали. Сидели, подключили людей вообще в принципе с трех разных отделов. Все поучаствовали, никто не смог найти. Потом математики сказали, что, ребята, у вас тут НП полная задача, какой алгоритм нафиг? Они не… Можно только евристику сделать. Но евристики пробовали тоже не очень. Подумали, давайте мы будем так же перебирать комбинации, но только нам нужна какая-то подсказка, какие из этих комбинаций в первую очередь рассматривать. Тогда мы, может быть, достигнем лучшего эффекта за меньшее количество переборов. И мы так подумали, пусть нейронная сеть предскажет комбинацию. Почему? Да в этой вот матрице, которая там проскакивала, матрица вхождения товара в какие-то акции, она же не просто так. Это же не случайные данные. Это не сферический конь в вакууме. Это живые товары с живыми акциями. Там есть закономерности. Просто мы не смогли с половиной конторы определить, в чем они состоят. Ну и натравили все это дело. Здесь я, наверное, не буду рассказывать в деталях суть. Тем более модель на графике сильно упрощена, она бы не вошла. Я только лишь расскажу, что мы перепробовали раз, два, три разных модели. И сверточная сеть, так называемая, которая используется в основном для распознавания изображения, она сразу не сработала. Это неудивительно, потому что она ищет какие-то локальные закономерности в картинке. Если картинку, например, вы можете поменять строки местами в картинке, получится шум. Но этого делать, естественно, нельзя. А здесь скидки, да какая разница, в какой последовательности я покупал товары. Total скидка должна быть та же самая, правильно? Ну она не сработала. Там меньше 10% accuracy было. Дальше. Двигались в сторону рекуррентных сеток. И здесь, в принципе, она начала выдавать accuracy больше, чем это делает, если бы это просто были случайные какие-то выбросы каких-то данных. Но она была там 50 с чем-то процентов точности. То есть все-таки мы так и не достигли. Но попробовали мы полносвязанный автоэнкодер. Автоэнкодер сработала, повысилась до 70%. Все-таки это не 90%, как обычно, если мы там тренируем, допустим, на распознавании образов, на переводе текста, там около 93-96% здесь мало, 70%. Ну и что? Пусть она не угадывает. Может быть, нужно было продолжать усложнять архитектуру. Я думаю, можно было бы догнать, но какой ценой? Это же вызов был принят. Если даже она ошибается, если она нам выдает на выходе матрицу вероятность и говорит, попробуйте вот этот вот, вот это вот, там, где у вас была единичка, попробуйте ее в первую очередь. Мы пробуем. Мы проходим по столбцу, говорим, здесь самая большая вероятность. Вот этот мы оставляем, то что ту единичку затираем. Пробуем. Дальше выкидываем, если не получилось, берем следующий вариант и так далее. То есть теперь мы не случайным образом выкидываем единички и смотрим, какую же комбинацию нам посчитать. А используем подсказку от сети, и нам она экономит большое количество времени. Ну вот примерно вот так вот получается результат вот такой. Здесь по оси абциз это количество вот этих проб. То есть если мы в среднем делаем одну пробу, у нас там меньше 50% точность. Еще хуже, чем рандомом. Но там ближе к 8, где-то в районе 90% точность достигается. Это здорово. Потому что вот эту вещь найти, что там были скрытые данные, было практически невозможно. Половина людей, программистов, математики сбежали, счесали затылок, говорили, что блин, ну это же абстрактная задача, НП полная. Ну да, в принципе НП полная задача вы не решите нифига. Но там есть закономерности, потому что данные, которые там, они не просто так математические какие-то случайные. Они из реальных каких-то магазинов, конкретные товары с конкретными скидками, которые делаются на самом деле ради конкретных каких-то вещей. И все это дело косвенно учитывалось в этой модели, и она помогла нам сэкономить количество итераций. Ну конечно стоимость одной итерации в циклах процессора, она очень высокая, поэтому с вычислительной точки зрения это нет смысла, наверное, использовать. Но данные сигналом там нашли. И наконец последний слайд. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что данные, это сырая нефть, их нужно еще приготовить. Основная боль больших данных в том, что ими никто не хочет делиться или боится делиться. Много интересного происходит в офлайн ритейл. Поэтому если из вас есть ребята, которые горят, которые хотят создать что-то новое, интересное, не знают где, может быть какой-то стартап замутить, идите туда. Там много интересного сейчас происходит. Дип-ленинг это не silver bullet, это не решение, которое решит все наши проблемы, оно просто устойчиво к многим шумам. И является само по себе не продуктом, а дополнением, в нашем случае это корпоративным бизнес-системам, там где есть большое количество данных, там где заказчики хотят повторно использовать свои данные и сделать свой бизнес еще умнее, еще эффективнее, чтобы поиметь конкурентное преимущество. Ну и дип-ленинг это одно из всех направлений бизнеса, которое может быть использовано для бизнеса, можно и даже нужно инвестировать в дип-ленинг уже сегодня. Я хочу обратиться к молодым специалистам в этом зале. Ребята, изучайте data science, изучайте дип-ленинг и давайте вместе делать мир немножко умнее, технологичнее, а значит и лучше. Спасибо. Ну если есть вопросы, уточнения, задавайте. У меня вопрос такой, про метику целевую, которую вы показывали, это проценты угадывания. Да. А они как-то нормализовались? В том смысле, во-первых, у меня такое, может быть какие-то товары очень часто покупаются, да? То есть, допустим, хлеб, там, 9 раз мы покупали какой-то хлеб, или молоко по акции, а один раз там скидка на какой-то очень сезонный редкий товар. Получается, что у нас система может, например, советовать покупать там хлеб всегда. Ну, грубо говоря, какая-то проблема переобучения может быть, да? Да. Во-первых. Во-вторых, проценты не совсем тоже корректны. Ну, я не знаю, нужно же расценивать, как для покупателей же целевая, должна быть скидка по сумме? Да, скидка, все правильно. Да, скидка должна быть общая по сумме, ну, максимальная в нашем случае. Нам задача была поставлена, чтобы нужно было максимизировать, то есть такой честный. Я имею в виду немножко другую ситуацию, что не попадание в случае, когда мы потеряли там 10 копеек, да, условно говоря, и не попадание в систему, когда мы там 500 рублей какой-то потратили, это же как бы должно оцениваться по-разному. Вот я могу сказать. Вот эти вот вещи... А, нет, 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 мы не нормализовали. Мы не нормализовали. Там ошибка была, это вот мы просчитали заранее там за ночь все оптимальные вот эти варианты, сказали, да? И сказали, что когда вот такая вот матрица, ну, там у нас матрицы были, матрица комбинации на входе, оптимальной является вот такая вот матрица. И задача нейросети была пытаться приблизиться, сразу как бы выдавать нам вероятную максимальную вот эту вот матрицу. Вот. Но еще по поводу ошибки, там на самом деле не так страшно. Почему? Потому что если она неправильно выдает что-то, угадывает неправильно, то в худшем случае это будет тот же самый рандом. То есть там она все равно к 100 с какими-то итерациями достигнет этих 75%, но здесь она угадывала просто лучше. Мне кажется, что вы в первом счете, что либо система не попала, либо попала. То есть 0,1, наоборот, все изменяется. Нет, здесь, цена ошибки здесь не учитывалась. То есть в одном счете попала на 10 метров. А, интересная задача. Да, интересное предложение. Да, я согласен. То, что когда ошиблась и просчитала, допустим, суммарная скидка, цена этой ошибки, она, конечно, больше. Но мы не учитывали это дело. То есть здесь не учитывалось. Да, вопрос, пожалуйста. У меня совершенно 19 вопросов. Я прошу прощения. Бигдейт, это сколько данных, чтобы называться данными, да? И, соответствующий вопрос, существуют ли какие-то метки или проверки, после которых я могу сказать, что вот этих данных мне будет достаточно для того, чтобы это учить, ну, обереванную модель, какую-то действительность. Классный вопрос, спасибо. Вот на самом деле по количеству данных. Ну, сначала начнем. Первый вопрос по бигдейту. То есть это сколько, насколько большие. Да, вот нету такой однозначной вещи. То есть, смотрите, этот термин был избит, и когда все говорили, носились по поводу вот этих инфраструктурных решений, там, особенно, начали еще хуже, когда подключились большие корпорации, типа, там, IBM, они, естественно, давили терабайтами данных. Причем, может быть, даже в день. Да? Вот. Но для сегодняшнего использования, когда мы фокусируемся на использовании машинного обучения, вот, для обработки бигдейта, такое типичное решение типичной задачи, тут данных обычно, ну, где-то нужно смотреть так минимально, вам нужно так пару сотен тысяч примеров. Опять же, все сильно зависит от сложности, от разнородности, от зашумленности этих данных. Потому что, если там много шума, нужно намного больше входных данных, чтобы он отфильтровался. Но лучше всего у нас, в наших примерах мы использовали миллионы. Миллионы примеров. Я говорю про обучение на пример, на данных, которые являются примером, и выходные данные, то есть правильный ответ, обучение с учителем. Здесь лучше всего, чтобы там приблизиться к 90-м, нужно миллионы. Если мы говорим о более сложных задачах, например, не помощник ввода или там обучение по примерам на картинке, хотя тут тоже сильно все зависит еще, что мы классифицировали, находим, а вот именно показывает практика машинный перевод, вот там, где я говорил, мы субъективно в объективно переводили, там очень много нужно примеров. Потому что, если мы даем какую-то подвыборку, скажем там, допустим, с одной поликлиники, там есть свои закономерности, как они пишут, все это дело, и просто оверфитинг, переобучение происходит. Это когда сетка натренировалась вот на этих данных, потом в другой поликлинике вводят, вроде тот же текст, просто в другом стиле она какую-то фигню выдает, то есть там истории начинает рассказывать, которые, наверное, предыдущий писатель позавидовал бы еще. То есть все сильно зависит от специфики. Ну давайте еще один вопрос. Да, ну, то есть рантайм, да? Я так правильно понимаю? То есть как это в продакшне деплойится все? Здесь… Нет, я, может, просто неправильно понял. Как используется по оффлайн ритейлу. Вот. Ну, у нас, если рассматривать конкретно Томск, бизнес весьма такой консервативный. Мы сотрудничали там с бутиками и захватываем данные пока что, то есть, но мы… Не факт, что они будут использовать. Да, но, извините, как говорится, данные, вот они здесь, эта выборка, мы научились на ней, да? Потом еще на другой, на третий. И, собственно говоря, весь мир открыт. В чем проблема? Люди выглядят примерно одинаково везде. Где-то толще, где-то худее, где-то ниже. Но, в общем-то, это люди. Тепловая карта будет работать и там. А то, что касается рантайм, ну, там в зависимости от задачи. Какая задача у вас и какая сетка в рантайм работает, это разные. Вот если у вас работает небольшая сеть, где нужно буквально, как вот, про тепловую карту, она на андроиде запустится, используйте TensorRT, так называемая, легкая версия. Тем более, что не надо настоящий прямо делать true, real-time. Там достаточно делать главное с определенной периодичностью. Например, раз в секунду. Потому что человек все равно далеко за секунду не уйдет. А где-то, ну, прямо деплоим сам TensorFlow на серверах, поднимаем совместно с Keras и по REST общается, например, Java. В других решениях, вот как для ритейл провайдера, который предоставляет автоматизацию ритейл, мы тренированную модель из TensorFlow выгружаем в формат специальный. Потом она загружается другим фреймворком, который для Java. Он называется Deep Learning 4J. Вот. Он клевый, с него не стоит начинать. Он здорово работает, он быстрый в продакшене, экономный по памяти, но он сложный, потому что вы будете, пока викторизуете, вас Java с объектно-ориентированной моделью все внимание отвлечет. Лучше тренировать именно в Python. Это быстро, это не так быстро в смысле, что писать, а в продакшене использовать, например, вот DL4J или тот же Keras runtime. Я не знаю, что вы понимаете, что они попадают в какой-то диапазон, а если данные вреды попадают в какой-то диапазон, а мы просто удастимы удастимы, но мы просто удастимы. Может быть, так было сделать какую-то диапазону данную? Да, спасибо. Ну, Xboost мы используем, но не в продакшен, так скажем, с размере. То есть, например, мы проверяли вот этот же пример, тоже проверяли на Xboost. Сразу скажу, я не включу слайд, но он работает. Клево. Почему? Потому что там шумов нет, вот с этим, с матрицей, да? Там нет шумов, там явно или товар попадает, или товар не попадает. Данные хорошо формализованы, решается на ура, даже без графической карточки сработал. Ну, это такой вырожденный пример. Я его здесь привел не за того, что он зашумленный там или что-то. Я привел пример показать с матрицами, с этим покрытием, потому что, казалось бы, задача-то вообще наивная. И, казалось бы, ТНП полная задача, какие нафиг там закономерности могут быть? А находится. Ну, ради справедливости стоит сказать, что Xboost в том числе работает замечательно на тех же деревьях. Все классно. И, в принципе, по времени, ну, на процессоре обучается тоже за такое же время, но показатели, ну, там показатели тоже сравнимы были. Может, мы больше бы имели опыт с работой с градиент-бустингом вообще, в принципе, мы бы показали больше результаты именно на нем, вот в данном примере, я даже не сомневаюсь. Но задача была другая. И так, а что? А, по поводу зашумленности, да, подобработки. Но где-то можно это под предобработку делать, где-то можно вычленить вот эти вот интервалы. Там же мы, как правило, имеем с многомерными массивами, многомерными данными, и найти в них интервалы, ну, очень тяжело просто надо это все визуализировать, возиться. А зачем много времени тратить? Давайте побольше мы данных туда напихаем, и шумы сами по себе отвалятся. Вот что такое шумы в нашем случае? Когда вот нам… Вот эта вот задача была машинного перевода, например, мы учим на примерах. Проблема в том, что в этих примерах входных и выходных зачастую, там, где описание болезни, встречаются, например, ни с того, ни с сего, куски протокола обменными. То есть есть эти данные, иногда из одной системы попадают в другую, там вот эдефакт, так называемый, старый протокол используется. Мы смотрим там просто куски этого. Иногда другая вещь, просто текст, осознанный, с цифрками, чего он там делает, оказывается, это медицинские анализы. Они должны были быть вообще в другом поле. Если вдруг вам пришел человек и говорит, у меня тут прихватило вчера, а он вам выдает какое-то у вас сердцебиение, там, пульс 95, ну это странно, да, это выброс вот этот. И как их локализовать здесь? Вот когда это спецсимволы, мы можем их как-то быстро профильтровать, отрезать. А когда это вот эти вот протоколы попадают, тоже можно. А когда идет вроде такой же текст обычный, как понять, что это, ну вот это то, что нужно выфильтровывать. Лучше, чем возиться, давайте мы все-таки это более целесообразно, побольше данных, и он научится их убирать, эти шумы. Можно попробовать, я не знаю, кто, но вот эти вещи будут разработаны того, что это было в 2-м век, представление слов числа «бы», и просто если не кто-то каждому слову, соответственно, определенное число. То есть если число, соответствующее, например, в другом диагнозе, то появляется в том, что соответствует совершенно другому цену, то есть это явно не гугл. Ну мы используем, кстати, Word2Vec, правда не гуглский, мы свой натренировали, потому что Google его сделал для английского языка, у нас там голландский был. Ну мы там выкачали где-то 27 гигабайт из Википедии голландского текста, натренировали и сделали разные вариации, как показал опыт, там 50 измерений хватает, чтобы описать весь смысл. И также те же самые все эти штуки. Вот этот пример, который сейчас используется, который рабочий, он с one-hot encoding, так называемым. Да, это там расстояние между всеми словами примерно одинаковое, ну не примерно, оно одинаковое, оно единице равно. А Word2Vec клево работает в плане в том, что действительно он может обучиться на какой-то подвыборке, когда, например, другие слова, которые поступают, которые не участвовали в этой выборке, поступают, они схожи по смыслу, результат будет тот же самый. Это клево. И еще такая закономерность, что когда использовали векторизацию при помощи нашего Word2Vec, истории такие получались, даже когда плохая accuracy была, очень гладкий такой рассказ был. Ну я вот сам непосредственно знаю голландский язык, поэтому я могу его прочитать и читаю. Это такая классная история, то есть даже если она неправильная, там на входе, говорит, человек выходил из автобуса, ударил колено, а он рассказывает, что я вот летал с семьей в Африку, прилетел, у меня теперь болит глаз. То есть, ну, оно грамматически верно получается. Ну, там нету такой, я искал просто, вот, ну, может быть где-то… Нет, нет, тут магии нет никакой. Вот, ну, такая закономерность есть. Вот, ну, рекламент нам не позволяет дальше продолжать. Если есть какие-то вопросы, я рад всегда поговорить, может, уже не на сцене. Всем спасибо большое, увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас будет кофебрейд, возможно, с...